доброго времени суток уважаемые друзья уважаемые подписчики уважаемые зрители моего простого канала скромного и простого в котором несется добро и все позитивное и хорошее вот на фоне всего происходящего безумия вокруг нас собственно говоря я о чем хочу снять и донести до вас и рассказать поделиться так сказать своим опытом тот кто следит за моим каналом знает прекрасно как и кто я и какие этапы в жизни моей были и какие-то моменты хорошие плохие трудности но собственно говоря как у нас и всех черные так сказать полосы и светлые по-другому не бывает это так называемый баланс баланс до каждого из нас есть и хорошие и плохие моменты такова жизнь так вот я хочу открыто заявить и сказать вам с полной уверенностью что чудеса происходят чудеса есть и быть может это видео поможет тому у кого сейчас трудности очень тяжело на душе психологически психически душевно духовно по-разному друзья не надо самое главное я никому ничего никаких открытий не сделаю вы все все прекрасно знаете большинство из вас точно так же как и я думал знаю и я твердо был уверен что с очередной трудностью своей жизни я тоже справлюсь легко но не тут то было друзья и собственно говоря отсюда вот и корень этого всего и хочу с вами поделиться простыми советами и что пришлось через что пришлось мне пройти и донести до вас еще раз это особенно для тех кому сейчас сложно в данный период времени в данном этапе на данном этапе наверное большинству из нас живущих в этой замечательной прекрасной стране украине не очень хорошо и не очень комфортно мягко говоря поэтому друзья я не буду останавливаться на себе конкретно в общем было мне очень трудный тяжелый период в жизни и намер меня так накрыло что ну я не могу вам передать эти ощущения то есть тот кто через это прошел он понимают о чем я мне не хотелось не есть не пить мне не хотелось выходить на улицу я естественно не спал естественно не кушал вообще не хотелось ничего кушать то есть я ужасно боялся рассвета как солнышко начинало это было летом это был период с июня месяца до но почти полтора месяца это со мной творилось происходило ну то есть этот этап жизни я вам рассказываю начальные стадии такие мне пришел пришлось пережить развод женой с которой мы прожили 16 лет у нас есть общая прекрасная дочь которую я безумно люблю и навсегда буду поддерживать несмотря ни на что ни на какие трудности это самый главный человек моей жизни и ради него собственно говоря я и просыпаюсь каждое утро это мысль о том что у меня есть дочь она придает мне сил уверенности в завтрашнем дне и далее любой адекватный здравомыслящий отец так думаю как я я не исключение и не хочу делать акценты да кто прав кто виноват всегда как показывают практика виноваты оба и тут хоть как крути хоть как не крути виноваты оба и виноватить кого-то я не буду я наоборот виноватил себя я рысь себя я безумно себя уничтожал сам такой вот у меня характер наверное а в таких острых периодах это еще больше сказывается так вот собственно говоря не об этом дело я не буду углубляться во все эти процессы я вам расскажу как я из этого вышел благодаря чему я вышел с любой трудности можно выйти и я вам могу с полной ответственностью это заявить что чудеса происходят и я просто-напросто у меня есть молитва слов такой у каждого человека есть и библия у меня но я до библии еще не дошел то простые обычные молитвы каждое утро там каноны всякие но я даже каноны не читаю да не хочу сказать что я какой-то там очень сильно верующий человек до что я соблюдаю посты и хожу церковь там и так далее и тому подобное абсолютно нет как и большинство из нас я обычный православный христианин и у меня есть и николай чудотворец который которым а я обращаюсь и обычный крестик такой это не мне недавно мне не было это мои два талисмана такие два оберега а так я с этим ходил обычным крестиком деревянным на обычном на обычной нити ну то есть там подарили цепочку там но в общем я решил это все носить в общем можно об этом рассказывать то есть крестик обязательно носить обязательно это надо носить обычный крестик я думаю большинство из нас носят крестик в общем что хочу еще раз вернуться к тому что произошло со мной и что что вытягивала меня с этой ямы которую я себя загнал сам я понял как люди сходят с ума как можно довести себя до такого состояния что практически можно действительно сойти с ума и сделать собой что-то нехорошее даже страшно подумать какие мысли приходят голову в таком состоянии особенно когда ты находишься один и рядом никого нет с тобой вот в общем с горем пополам я начал просто друзья молиться у меня слезы градом текли мне не хотелось утром даже ну у меня была такая была слабость что я не мог даже дотянуться до этого молитва слова я молился сначала своими словами я вставал так вот как сейчас сижу на кровати и молился молился своими словами молился со слезами на глазах это была самая искренняя молитва простая своими словами я обращался к богу и что вы думаете с каждым днем с каждым каким-то с каждым часом с каждым днем мне становилось по миллиметру по по маленькому по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть мне семимильными шагами я начал так сказать выходить из этого состояния начало со мной происходить чудо в самом прямом смысле слова у меня не было ничего друзья я похудел очень сильно и это уже вылилось я не знаю в какое состояние это вылилось мне просто я не хотел есть вообще не хотел есть я пил воду это тоже не очень много хотя было жарко на улице вообще не выходил хочу сказать что в таких моментах очень важно поддержка поддержка человека которому ты доверяешь который тоже через это все прошел если есть такой человек то это очень прекрасно если нету тут друзья надо тоже искать человека может кого-то из близких родственников если есть может быть человек который которому вы доверяете в конце-то концов психолог есть бесплатные психологи обращался было делай психологом тоже очень хорошо действует это дело все это все помогает но у меня была такая ситуация на начальном этапе мне жить не хотелось и какой психолог какой собственно говоря психолог не я довел себя до такого состояния что я не хотел уже я хотел умереть я уже ничего не боялся абсолютно такое состояние оно тупое какое-то состояние и страшно то же время страшно ты не осознаешь до конца что 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 с тобой происходит это страшно вот я начал обращаться к богу друзья начал молиться и потом начал читать молитва слов обычные молитва друзья очень сильно помогают 90 псалом я вам рекомендую его читать каждый день естественно очень наш обращался до николая чудотворца тоже своими словами обычными у меня тут висит и николай чудотворец и матрона ну в общем я купил там церкви тут просто отдыха но тут я сплю живу думаю возле себя тоже поставлю эти обереги так сказать иконы ой друзья можно вешаться господи кучей креста и кучей всякими атрибутами крестами и увесить себя всякими иконами это тоже может не помочь я понимаю я не до фанатизма в этом плане ну вы мне поняли в общем все это помогает все это действительно чудеса происходят друзья никогда не опускайте руки это первое никогда ни при каких обстоятельствах не опускайте руки двигайтесь вперед первое да найдите человека если есть такой это уже 40 процентов успеха что вам станет по чуть-чуть будет легче и вы знаете я начал выходить на улицу надо было искать работу как-то существовать дальше жить кушать и тому подобное да как обычному человеку и вы знаете мне начали попадаться на моем пути хорошие люди начали происходить чудеса я не буду вдаваться в подробности просто но начали происходить чудеса друзья и попадались такие именно люди которые я потом уже понимал что они должны были мне попался наверное вот и потихоньку потихоньку я начал выходить из этого состояния понимаете я я на а еще самый такой большой момент который мне помогу я начал помогать людям которым еще хуже ну то есть у меня было да там гуманитарка давали гуманитарку как переселенцам я делился с этой гуманитаркой просто да там отдавал тогда с питанием вообще было тоже катастрофически я долго вот этот у меня процесс налаживался мне не лезло ничего абсолютно я мог там я не знаю яблоко съесть или там пару абрикос помню там но ужасное состояние было потом я уже начал по чуть-чуть по чуть-чуть кушать жиденькая там приходить в себя но то что я делился с людьми которые сидели там возле магазина я смотрю не пьющий человек ну так жизнь довела склад никогда не надо зарекаться можно запросто жизнь может так распорядиться и судьба что каждый из нас не знаю что с ним произойдет дальше друзья никогда не надо судить никого и я отдал там то там пакет вермишели отдал там горошек с кукурузой отдал там то и все мука зачем она у меня и мне становилось немножко легче вы знаете я целенаправленно пришел отдал не иду назад и мне становилось чуть чуть легче понимаете потом это как бы восполняют голове недостаток какого-то того чего тебе нужно в этот момент это работая тоже всегда надо помогать тем кому тебе кому еще хуже повторюсь вот и так вот каким-то чудесным образом стали появляться люди в моей жизни вещи какие-то моей жизни стали появляться потом мне появилась работа я стал востребован и по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть я вылез из этой ямы мне еще очень сильно помогала да потом сестра вот в темное время видно светлых людей стопроцентная поговорка друзья но всегда надо рассчитывать только на себя только нас на одного себя в этой жизни больше ни на кого абсолютно каждый из нас должен это просто осмыслить и так она есть только на себя рассчитывать и если есть такой человек настоящий друг или родственник который может помочь в такой ситуации друзья это дорогого стоит вот и верьте в бога верьте в чудеса обращайтесь читайте отче наш молитесь 90 псалом 50 псалом много очень на самом деле всяких молитв но самая искренняя молитва она простая которая исходит с глубины души и со слезами на глазах она обязательно дойдет до своего адреса адресата друзья вы можете даже в этом не сомневаться при этом старайтесь делать какие-то маленькие добрые поступки как говорится есть пословица не сделай ничего плохого не скажи ничего плохого уже ты с день и прожил не зря и потом она просто затягиваю тут я перешел там на наш на животных там на каких-то еще людей которых еще хуже ситуация я начал помогать кормить и тем самым я духовно себе помогал и мне становилось все легче и легче друзья и на сегодняшний день вот уже конец ноября я поэтому снимаю вам это видео и хочу с вами поделиться этим я знаю у меня было очень много тяжелых ситуаций в жизни я терял и папу рано и маму мама умерла и она в девятнадцатом году я вообще два года не мог прийти в себя а развод развод это приравнивается тоже как смерть близкого человека она в голове у нас формируется как большое горевание после это равносильно как и утратить самого близкого человека поэтому друзья мы так устроены что мы должны это пережить еще раз вам говорю у кого трудные ситуации неважно какая жизненная ситуация произошла то будто то бишь потеря близкого человека развод потеря жилья и так далее и так далее и вы поняли чем черная полоса просто со всех сторон друзья не опускайте никогда руки никогда не опускайте руки это сам это это самое плохое что может с вами произойти когда вы уже начнете опускать руки несмотря ни на что находите в себе силы читайте молитвы молитесь молитесь делайте шаги вперед и помогайте тем кому еще хуже неважно если у вас деньги нет просто можно словами помочь может кому-то я по возможности но не хочу хвастаться там по возможности иду там господи в магазине утром беру эти булочки хоть они не полезны но я люблю там булочки с вишней вот она кстати лежит 6 гривен стоит ну почему не взять их там три штуки давно я себе утром с кофе выпью а две булочки я там отдаю одну там мужичок сидит под магазином дано видно что он очень тяжелую эту булочку отдать там яблоко отдать там или бутылку воды отдать но 10 20 там 30 гривен но неужели мы обеднеем нет а на душе станет легче друзья это человек и этому человеку не будет легче и вам будет легче друзья это дорогого стоит где-то собаку покормить где-то я там кормушку сделал повесил на там с подручных средств думаю но зачем в печку топить можно кормушку сделать сделал кормушку повесил там возле детского садика детки детки будут там или кто-то там птички прилетать и я прохожу мимо этой кормушки мне приятно что я что-то сделал приятное вроде полезное скворечник можно сделать кучу всего от самых минимальных таких дел до максимальных которые у нас позволяет до наша совесть наша наша душа наша внутренняя внутренняя вот эта духовность надо всегда оставаться человеком вот и но быть милосердным неравнодушным к окружающим думать не о себе только об обществе которое мы находимся до уважительно относиться друг другу особенно к старшим и наше поколение да так воспитана но я вообще просто поражаюсь да когда едешь там маршрутке видишь что молодежь не уступает место старше все в наушниках телефонах но в этом плане мир сходит с ума в друзья всегда нас учили и это святые такие достойные правила жизни всегда надо уважительно относиться к старшим всегда уступать место относиться по-человечески к окружающим людям видишь в очереди стоишь видишь сзади там бабушка стоит или там девушка беременная ну пропустите ее там на куча всяких моментов на которые смотришь люди просто равнодушны и как-то к этому относятся но я не знаю когда я такое вижу у меня сердце кровью обливаются самые такие элементарные вещи мы проходим мимо большинство из нас проходит мимо нельзя такого делать надо уважительно еще раз повторяю относиться помогать перейти там дорогу уступить место где-то там булочку дать этом мандарин сегодня купил там мандарина его стил хурмой угостил там пока и шел домой там 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 угостил им нет знаете какая благодать на душе я не хвастаюсь этим да там я тоже не небольшие там у меня зарплаты и так далее да но тем не менее я не обиднее а мне на душе легче я уже знаю что этот человек думает не зря но мир еще не потерян да есть еще более-менее какие-то адекватные люди поэтому я призываю хотя бы к таким вот поступком обычным человеческим не терять человеческий облик несмотря ни на что вот и мы люди и мы все уйдем все ничего не заберем абсолютно ничего не заберем с собой вот и надо оставить после себя обязательно добрый след я поражаюсь этих людей которые устраивают у такое ну безумие на планете я не хочу углубляться там политические процессы этот канал абсолютно не о том я просто шоке из этого всего понимаете как и вы все ну мир сошел с ума или сходит с ума или на пороге того что он сошел с ума или уже сошел но будет наверное судя по такой ситуации все хуже и хуже поэтому самое главное в такое время в темное время оставаться людьми нести свет добро помогать друг другу друзья помогаем по возможности всем тем чем мы можем не обязательно финансово есть куча других возможностей главное оглянитесь вокруг и мы и вы поймете где кто нуждается в помощи быть может кто-то из вас нуждается в помощи я по возможности всегда могу подсказать и рассказать поделиться опытом кому надо я скину свой номер телефона ватсап вайбер телеграм я всегда на связи и какими-то двумя вовремя сказанными словами можно человеку спасти жизнь друзья поэтому я всегда открыт и открытый человек и всегда рад помочь друзья если есть у кого-то действительно ситуация такая кто нуждается в помощи это все анонимная души помогу поделюсь по крайней мере своим опытом и своими советами что надо делать на первых этапах и видит бог вам станет легче самое главное не опускайте руки идите вперед молитесь друзья все будет обязательно все будет хорошо пока мы живы мы должны нести добро и для того нас и создал господь чтобы мы оставались людьми ни при каких обстоятельствах не теряли человеческий облик вот не осуждали не завидовали не вставляли там палки в колеса людям а наоборот просто радовались да там я поражаюсь тоже люди ну человек взял там машину да вот вот я как слышу вот часто так узнаете и начинается вот откуда в него там день это то порадуйтесь на человек взял машину ну и слава богу человек там купил велосипед да там мой там тоже уже начинают а порадоваться надо ну и слава богу человек взял велосипед и так далее и тому подобное мелочам радоваться где-то что-то подсказать я где-то вот шишек понабивал я обязательно поделюсь своим опытом чтобы человек не набил шишек так как и я но мы так созданы мы учимся не учимся на чужих ошибках порой мы даже на своих ошибках не учимся мы часто носим эти грабли на которые наступаем с собой их надо выкинуть эти грабли но со временем приходит прозрение мы понимаем что какой на каком этапе мы были не правы как лучше сделать как нам лучше стать и так далее и так далее друзья все в наших руках и мы обязательно со всеми сложностями справимся вместе ну ты не отвара вот знаете еще один на одну историю расскажу из жизни хочу поделиться мы когда-то с дочерью и шли мы были в селе уехали от войны в село там хорошее прекрасное место у меня там куча видео за это село и мы как-то и там чтоб пробраться в магазин надо было идти через новпростейц и там такая была раньше видимо болотная местность и сделали там такой мост я часто там по нему ходил и люди ходят магазин чтоб не обходить по этому мосту и мы и идем по этому мосту значит впереди люди и мы смотрим как-то люди приостанавливаются почему-то идут дальше ну там камыши с двух сторон опять остановились и прошли дальше но тем самым очередь это людей как-то все больше и больше накапливается люди что идут как раз мы шли час пик я ничего не пойму мы проходим рядом еще вы думаете лежит парень в этих камышах это если шоу декабрь месяц но тогда не сильные морозы еще были слава богу просто лежит в камышах упал ну понятно видно что выпивший там человек и люди проходят мимо я просто был поражен мы остановились и моя дочь тоже хотела пройти папа то зачем давай пойдем дальше полюшка доченька подожди мы его под я его поднял полина там тоже мне как мало помогала но я вот это долго разбудить не мог он там крепким сном уснул вот я его по щекам бил растормошили он такой раз как будто ничего как ни в чем не бывало молодой хлопец абсолютно мы его подняли я его поднял поставил на ноги на этот мостик подняли вот но он такой оклемался ничего не поймет я говорю так давай беги домой то замерзнешь ты тут упал туда-сюда пока он там начал как говорится приходить в себя но я ему пожал руку и пошел дальше своими своим магазин своей дорогой назад обернулся смотрю он там тоже пошел своим своей дорогой да я и шел говорил дочери своей доченька вот смотри куча людей прошла и все прошли мимо из-за того что человек пьяный неважно пьяный человек может не пьяный какая разница зачем проходить мимо неужели сложно хотя бы вызвать скорую это бесплатно куть ну я смотрю из десяти человек всем пройдет да где-то такая вот статистика 2 вызовет или 3 вызовет скоро остальные пройдут мимо мне вообще не составило труда поднять этого человека и мне это потом такая благодать была на душе думаю слава богу а если помочь и там полежал дальше там и значит воспаление легких и к тому подобное да какая разница наркоман алкаш или добропорядочный человек лежит нельзя проходить мимо абсолютно ну и шушу от него воняет перегаром вы свое дело сделать поднимите человека вызовете минимум скорую помощь никто не знает почему человек взялся за стакан не надо никого судить абсолютно ситуации в жизни разные было ты никогда не надо проходить мимо и а дочери вот я надеюсь она посмотрит это тоже видео и она вспомнит этот момент никогда не проходи мимо никогда ты не можешь этому человеку сама помощь какую-то оказать ну скажи кому-то пойди там где-то кому-то обратись если будешь одна если там сети нет позвонить скорую помощь но обязательно обязательно этому человеку надо помочь поэтому друзья я спал спокойно и мне большая у меня была большая благодать просто на душе ну и шушу он с перегаром ну какая разница друзья но не в этом дело я опять же не хочу хвалиться что я такой там я обычный и грешный человек со своими там тараканами голове как и мы все но если мы не будем проходить мимо если мы будем помогать по мере нашей возможности и мир будет добрее и нам на душе будет комфортнее и болезни будут отходить и зла будет не столько много понимаете друзья все в наших руках все зависит от нас вот поэтому это видео было кто досмотрел до конца спасибо вам большое это видео было просто для людей у которых сложная жизненная ситуация никогда не отчаивайтесь молитесь я там рассказал да все вещи никогда не для кого это не будет никаким там открытием что я говорю но я просто напоминаю это работает чудеса происходят друзья верьте в бога доверяйте богу и молитесь друзья и за все за все нашей жизни приходится платить и за каждый добрый поступок и за каждый нехороший поступок мы будем расплачиваться друзья поэтому я призываю делать хорошие добрые поступки ведь мы люди мы добропорядочные люди поэтому будьте здоровы друзья быть может кому-то моё видео помогло вот никогда не отчаивайтесь добрых людей запомните добрых и адекватных людей намного больше чем нехороших неадекватных я сто раз говорил и буду это повторять и убеждаюсь в этом с каждым днем берегите себя берегите свое здоровье берегите близких вот всех обнимаю и всем искренне желаю здоровья и божьей благодати до новых встреч друзья спасибо